МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую неделю мы знакомимся с сами, а потом рассказываем о них вам. Комендант позвонила и сказала, что, может, вам нужны игрушки, и приехали и забрали. О людях, которые умеют создавать праздник вокруг себя. Это же очень приятно, когда ты спустя несколько лет застаешь и читаешь, и ощущаешь какие-то очень приятные воспоминания. О событиях, которые остаются в памяти. Дедушка Мороз! Традиция отмечать Новый год одна из самых древних. Считается, что этот обычай появился 5000 лет назад в Месопотамии. Только отмечали праздник весной в День равноденствия. Затем традицию переняли греки, египтяне, а потом и римляне. Но о наряженных елках в то время речь не шла. Есть мнение, что впервые украшать хвойные деревья начали в Германии. И все же время и место появления именно рождественской новогодней елки до сих пор остается предметом споров. Зато точно известно, в России праздник появился значительно позже, чем в Европе. Обычай встречать Новый год ввел Петр Первый. Однако наряжать елку дома начали только при Николае Первом. Это были изделия из теста, настоящие яблоки. После революции вплоть до 1935 года Новый год был под запретом. Его не отмечали. Это был обычный рабочий день. И в дома людей елочные игрушки вернулись и, собственно, появились только в 30-х годах. История елочных игрушек и модным тенденциям XX века посвящена выставка в краеведческом музее. Тогда, в 20-м столетии, производство игрушек принимает серьезные масштабы. В коллекции сотни экспонатов. Это собственность и сотрудников, и посетителей музея. Некоторым украшениям краеведы в прямом смысле дали вторую жизнь. Был звонок по телефону в общежитии по улице Победы. Выбрасывали игрушки. И комендант позвонила и сказала, что, может, вам нужны игрушки. И мы приехали и забрали. Вот такая легенда. По елочным игрушкам можно изучать историю страны. Так, 30-е годы – это развитие воздухоплавания. Естественно, появляется дирижабль с надписью «СССР». В 40-е и 50-е годы, к 150-летию Пушкина, появляются игрушки по мотивам его сказок. Рыбак и рыбка, персонажи сказочные. В 50-х годах выходит на экраны мультфильм Джанни Радари Чаполина. И вот они все, персонажи, выпускаются в виде елочных игрушек. И, естественно, известный всем фильм «Карнавальная ночь». После этого появляются игрушки с изображением циферблата, где стрелки выставлены на без пяти двенадцать. 50-е, 60-е годы – символ эпохи кукуруза. Также это развитие сельского хозяйства. Появляются сразу же фрукты, овощи, корзины, как символ плодородия, как символ достатка в доме. И еще один символ эпохи – малогабаритные хрущевские квартиры, где очень сложно развернуться, где семьи живут большим составом. И появляются вот такие вот маленькие компактные елочки. Ну и, естественно, небольшие игрушки. Вот это, кстати, лук. Тогда же, в связи с полетом Юрия Гагарина в космос, в продажи выходят игрушечные космонавты, парашютисты и ракеты. В 70-х годах мода на елочные украшения стремится к минимализму. В период, когда экономика должна была стать экономной, основной формой становится шар. Акцент делается на узорах и расцветках. Дизайнерские уникальные украшения входят в моду только к концу 20-го – к началу 21-го веков. Сейчас есть очень много нарядных игрушек, но все-таки, на мой взгляд, они сейчас какие-то более обезличенные. А вот в прошлом действительно игрушки, игрушки, их узнавали как-то в лицо, они, каждая была какой-то такой особенной. У нас была замечательная такая игрушка, запоминающаяся в виде домика заснеженного, там окошечки были. Ну, как-то такая вот она яркая. Конечно же, шары стеклянные, все было из стекла, нежели сейчас больше из пластмассы. Обучаться у зарубежных стеклодувов русские мастера начали в 19-м веке. В основном результатом работы были стеклянные шары, и стоили они по тем меркам огромных денег. Оказалось, что в Тольятти обладатели профессии стеклодув всего двое, и оба работают на крупных предприятиях, создавая совсем не елочные игрушки. Огонь в 1200 градусов, стеклянная заготовка, очки и наушники – главные атрибуты профессии. Андрей Костыгов уже 15 лет работает стеклодувом в нефтехимическом холдинге. Перенимал навыки у коллеги. Искусство работы со стеклом по-другому не обучиться. Специализированных учебных заведений не существует. На заводе Андрея Михайловича считают незаменимым работником. Говорит, самое сложное было почувствовать стекло. Сейчас в день может выдать до 10 лабораторных холд, хотя некоторые сосуды настолько сложные, что на их изготовление уходит несколько рабочих смен. Чтобы получился вот такой шарик, понадобилось минут 20. Конец заготовки мастер отпиливает или отламывает. Поэтому один из признаков ручной работы – неровный сколный изделий. Анастасия елочные шары не выдувает. В остальном ее работы из разряда новогодних украшений давно перешли в ранг настоящей философии. Несколько лет назад вместе с подругой они придумали поздравлять близких по-новому. Сначала это был шар, который был куплен в гипермаркете с ссором снеговика, и в него было заложено послание. Никто об этом послании не знал, и, соответственно, эти шарики они предназначались для близких, для самых близких и друзей. Идея с посланиями так всем понравилась, что уже в следующем году девушки начали получать заказы от знакомых и не очень. Пришлось подойти к вопросу серьезно. Теперь вместо игрушек из магазина шары выполнены на заказ на одной из старейших фабрик России. Сейчас сувениры с посланиями живут в 11 городах страны от Тюмени до Сочи, а это около 200 обладателей. И все-таки для Анастасии это не бизнес, возможность творческой реализации, а мы без творчества тем более никак. Поэтому вместе с Настей украсим свой шар. Ну а теперь мы можем перейти к самому интересному, и это разукрасить свой шар. Есть какие-то тонкости, секреты, как это делать? На самом деле секретов никаких нет, потому что краски сохнут очень быстро, поэтому после того, как вы нарисовали и хотите зафиксировать свой рисунок, вы просто покрываете его лаком, и он уже, собственно говоря, у вас никуда не денется, не смоется, не сотрется, и шар останется таким, каким вы его нарисовали. То есть главный секрет — в умении рисовать. Да. Так, ну давайте приступим к самому интересному, к самому важному. Такой мастер-класс по росписи игрушек Анастасия вместе с подругой планирует провести в детской больнице. Для тех, кто не сможет встретить этот Новый год в семейном кругу. Шедевр готов, послание в будущее — обязательный элемент. Написать, закрутить, упаковать. Опа! Такое ощущение, да, как в детстве, когда пишешь письмо Деду Морозу. Говорят, чтобы желание сбылось, его нужно писать в настоящем времени, так, как будто это уже произошло. Ну что ж, проверим. А вот городу не до красоты. Семь елок, световые панно, подсветка моста на революционной и точечная иллюминация. Пять бюджетных миллионов, и город к Новому году готов. Вот только никто из запрошенных нами горожан старания мэрии не оценил. Ничего нету. Как в том году было, так ни одной звездочки не было, так и в этом году. Никак не украшен. Негде отдыхать. С детьми особенно. Центральная улица, посмотрите, вот это оборванное стоит. Это кошмар. Грязь везде. Никаких гирляндов, никакого освещения. Новогодняя страна не чувствуется. Никакого. Однако чиновники призывают войти в положение. Работы нынче дороги. Один монтаж елки стоит десятки тысяч рублей. А прежде территорию нужно расчистить, гирлянды закупить, а после праздников убрать. А сравнивать свой город с другими, приличным людям вообще не к лицу. В этом году с бюджетом не очень хорошая ситуация, однако все равно средства нашлись. Это сумма порядка пяти миллионов рублей. Во-первых, мы не столица губерния. У нас бюджет не сопоставим. Я считаю, что в рамках тех средств, что у нас есть в бюджете, мы, слава богу, как говорится, проводим работу. Демонтаж украшений запланирован ближе к концу января. Возможно, к этому времени тольяттинцы все-таки смогут в полной мере оценить новогоднее убранство города и обнаружить нарядные территории. А вот результат нашего исследования культурных мероприятий в Тольятти приятно удивил. Даже несмотря на гораздо меньший бюджет, готовиться к Новому году Департамент культуры начал еще осенью. Для взрослых программу подготовили театры и филармония. Но самое большое разнообразие ждет детей. Каждая библиотека на своей небольшой территории устраивает новогодние праздники, квесты, мастер-классы, художественный музей и Тольяттинский краеведческий музей свои специализированные программы новогодние разработали. Мне кажется, когда родители приходят с детьми, больше даже родителям интересно окунуться вот в эту атмосферу новогоднюю и почувствовать себя ребенком вместе со своим ребенком. И у нас они очень популярны. Официальный старт новогодним праздникам дал всероссийский Дед Мороз из Великого Устуга. Зажег гирлянды на центральной площади, а нашему каналу дал эксклюзивное интервью. Всему Тольятти и всей Самарской области все самое наилучшего, хорошего и доброго. Все печали и горести надо оставить в этом уходящем году и Новый год встретить как следует. Ведь в Новом году будут хорошие, добрые дела и счастья и здоровья. В этом году новогодние мероприятия пройдут под эгидой 280-летия Ставрополя на Волге. Что примечательно, дополнительных средств на них не требуется. Все в рамках муниципального задания. На гуляние в новогоднюю ночь потратят 1 миллион рублей. Сюда войдут расходы на организацию крупных мероприятий. Сцена, свет, звук и творческие программы с часу до трех утра. Афишу мероприятий на новогодних каникулах можно найти на сайте мэрии. А на сегодня и в этом году это все. До встречи в Новом году. Мы поздравляем вас с наступающим 2017 годом. Пусть Новый год принесет вам как можно больше хороших событий, о которых мы с удовольствием расскажем. Редактор субтитров А.Семкин